Дорогу до смотровой площадки на Николаевской сопке отремонтируют в этом году до конца дорожного сезона, заявила руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина. Сделают не только ямочный ремонт, но и прям асфальтовое покрытие появится там, где его нету, но полное окончание работ по дороге все-таки это вопрос двух лет. А вот тротуаров для пешеходов на узком серпантине не будет, не позволяет ширина дороги. С 19 апреля в Красноярске появится два новых автобусных маршрута и один троллейбусный под номером 6. Он пойдет от ЖД вокзала через коммунальный мост до Матросова. Это будут новые троллейбусы с автономным ходом. Автобусный маршрут номер 21 заменит 51 и 20 и соединит прямым сообщением Октябрьский район с Покровским из Зеленой Рощей. Обещают интервал движения 8 минут даже в часы пик. Новый маршрут номер 30 пойдет от спортзала до микрорайона Тихий Зори. Появилось видео с налетчиком, который из-за 20 тысяч рублей избил ветерана Великой Отечественной войны в Зыково. Суд арестовал 40-летнего злоумышленника на два месяца. Ранее он был судим за кражи, в садейном раскаялся, ему грозит до 5 лет принудительных работ или реальный срок до 7 лет. Известные красноярцы поработали официантами и собрали почти миллион рублей на инсулиновые помпы для детей диабетиков. В рамках ежегодной акции Ешь, делись, люби медиаперсоны, в том числе и лица медиагруппы Прима, обслуживали гостей благотворительного вечера. Все собранные деньги пойдут в фонд от сердца к сердцу. Как минимум 9 детей получат помпы с расходниками. Жительница Северодвинска шьет одежду для сушеной рыбы. Необычное хобби появилось у девушки, когда она готовила подарки к 23 февраля. Сейчас в коллекции фотопортреты мойвы и кильки в виде моряков, санитаров, а также сюжетов из классической литературы. И коллекция рыбных кукол разрастается. Такие композиции даже участвуют в выставках народного творчества.